Ко мне поступили некоторые вопросы по поводу того, почему с такой настойчивостью мы уже третью неделю говорим об Израиле, о Сибееву, про Холокост. Была целая неделя воспоминания, проходил молитвенный марафон, про Холокост, про Холокост. Вопросы были, о чем нам кается? В прошлый раз была вечеря Господня, и я призывал к тому, чтобы не только друг перед другом извиняться, перемиряться, еще и от лица церкви просить прощения. Перед Богом у Израиля за то, что происходило в 20-м веке. У меня было много споров в Фейсбуке с друзьями, причем один из них еврейского происхождения, и он со мной спорил на эту тему, соглашался со мной, я был нынужден ему объяснять. Был еще один друг, который очень сильно склонился в сторону православия, он через меня к Богу пришел в свое время в 1994 году, но все обстоятельства и так далее, я их не буду сейчас рассказывать. Он решил там слушать, читать православных богословов, и в том втором ролях, в прошлое воскресенье, я разместил там определенную публикацию, где написал, что основание антисемитизма и ненависти к евреям было заложено церковью, богослововами церкви, отцами церкви, им поминутам даже несколько имен. Хотел бы, говоря о прошлом Израиля, говорить о настоящем сегодня, сегодня прочитаю кусочек с 9 главы Римлянам, и в следующий раз я хотел бы, если успею, поговорить о будущем Израиля. И чтобы эта тема для вас была понятна, потому что Павел, начиная с 9 главы Римлянам, сказал, что им до сих пор принадлежат заветы, слава, и отцы обетования, и от них Христос по плоти пришел в благословенном веке, аминь. Вот мы видим его отношение к Израилю, и я вам еще раз напоминаю, что его рассказ о судьбе Израиля, о нынешнем, о прошлом, о будущем, происходит в тот момент, когда церковь уже существует. В послании к Римлянам пишут, когда церковь уже живет, когда есть миссионерские путешествия, когда Израиль еще жив, еще не разрушен Иерусалимский храм, еще не распахан Иерусалим, евреи еще не разогнаны из своей земли. То есть он, будучи евреем, апостолом, христианином, он рассказывает о тех евреях, которые не приняли еще Христа, а говорит, что нестерпимая боль и постоянная боль в моем сердце по поводу моих сородичей по плоти, евреев, собратьев моих, имея в виду тех евреев, которые еще не убировали во Христа. И эта тема очень интересная. И я, значит, споря со своими друзьями по поводу судьбы Израиля, я настаивал на том, что церковь до сих пор такая институциональная церковь, называемая традиционная церковь, которая у нас в стране считается как бы государствообразующей, и государствообразующей является для многих стран в мире. Церковь, которая была сначала единой, потом раскололась. Было много соборных всяких символов веры написано, единой церковью, потом церковь скололась на западную и восточную. Историю церкви вы должны знать, наверное, хотя бы чуть-чуть, по наслышке хотя бы, потому что церковь была сначала одна, потом патриархи западно-римские, византийские, друг друга предали анафемы, были попытки примирения, политические попытки и так далее. И при этом на всем разделении и расколе церковь придерживалась примерно одного и того же отношения к еврейскому народу к Израилю. И мне, допустим, не стыдно сказать этот слух еще раз, что известнейшаяся церкви по имени Иоанн Златоуст написал целых восемь проповедей, которые он сказал, и которые записаны в истории, они сейчас передаются очень бережно. Восемь проповедей, имеющих одно и то же название, «Против иудеев» называются. Есть аудиозаписи, если вам тяжело читать и посвящать время именно чтению, есть аудиозаписи этих проповедей Иоанна Златоуста, «Против иудеев», там больше пяти, около шести часов записи, которые дочитываются. И я не пожарил времени и с кусками слушал эти проповеди. И основываясь на том, что я там услышал и что прочитал, я, естественно, и писал какие-то свои мнения по этому поводу. Потому что, честно говоря, сильно в отцов церкви я не углублялся. Вот просто потому, что есть гораздо больше интересный материал для чтения, Библия называется. И я посвятил свою жизнь действительно изучению писания. И чем дальше читаю, тем интереснее становится, и тем больше хочется времени посвящать именно чтение слова, изучение его. А тут иногда приходится читать около какую-то христианскую литературу. На нее много времени уходит, она очень многочисленная, она продолжает писаться. Но есть основополагающие, такие уже закристаллизованные, нужно сказать, источники литературные, включая труда Иоанна Златоуста, потом труда Иоанна Блаженного и Амросия, который был современником Иоанна Златоуста, который также высказывался очень-очень неприятно в отцах евреев. И мои абоненты, мои друзья и братья у Христиан, они пока еще не поняли, что есть принцип как рассеяния и жатвы, и Иисус в пятой главе Иван Глеба Матфеевна говорит, что всякий говорящий брату своему рака, или ни в чемный человек, пустой человек, подлежит высшему суду. Высшему суду. Всякий ненавидящий брата своего, есть человек-убийца. То есть, совершенно недлусмысленно говорит об отношении даже к врагам, которых, в принципе, по прерыве своей мысленно ненавидеть и не терпеть их, надо их не переносить. Но Господь призывает нас молиться за тех, кто обижает, гонит, благословляет тех, кто проклинает нас. Это не надо напоминать, мне кажется, да, это мы все знаем. Но при этом мы видим, что такие отцы церкви, и отцы я хочу забрать в скобки, потому что они церковь не родили. Да, еще раз повторю. Отцы церкви церковь не рождали. И они появились, эти отцы церкви, гораздо позже. Мало того, они сами себя отцами церкви не называли. Отцами их называла позднейшая церковь, позднейшее поколение, благодаря тем трудам и проповедям, которые они совершали. Надо сказать, отдать должность Эра Златоустова. Он был замечательный служитель, отличный оратор, очень был сердобольный к ближним своим, он прям был очень жертвенный человек, который ухаживал за нищими, кормил голодных и так далее и тому подобное. То есть он совершал много хорошего. Но при этом в том, что он заложил в своих трудах, в своих проповедях, оно потом откликнулось в истории церкви и закончилось холокостом. При поддержке, стопроцентной практической поддержке христиан Европы. Теперь смотрите. Когда Павел в 13 главе 1 Коринфян говорит, что если я отдам даже тело своему сожжению, но любви не имею, что мне в том пользы? Вопрос виталлический. Что мне в том пользы? Отразумевает, какой ответ? Пользы нет. Согласны? И если я пророчеству, имея все, все, вот, дары и так далее, да, если я даже горе скажу, передвинись и так далее, ну, любви не имею, я медвенящий экивал звучащий. И вот, смотря, когда мне аргумент говорит, смотри, как он служитель был, смотри, сколько он проповедей, смотри, как он там служил людям. Я говорю, слушай, вот ты внимательно, даже вот первую проповедь, не броните хотя бы первую проповедь прочитателей, простой штиана Сантауста, который называется «Против евреев и иудеев». И вот там вы видите уже те семена ненависти, неприятия, непереносимости, никакой нетерпимости, абсолютно нетолерантности к евреям и иудеям. Говорит, слушай, различать должен евреев и иудеев. Говорит, бог не делает разницы никакой. Когда Павел пишет 9 главу Римна, 10 и 11, он там не делает разницы никакой. Поэтому еще раз и еще раз хочу вам сказать, в чем кается. Может быть, вы не читали, когда я на Златоусте, может быть, вы никогда не придерживались его мнения. Но хотя бы в том, что вы не молились за Израиль, не любили евреев и так далее, в этом уже грех состоит. Потому что бог неоднозначно показывает через Евангелие, через Деяние, через послание апостола Павла, через свои обещания, да, на Ветхом Завете, что есть обязанность такая у христианина. Потому что мы, в общем-то, наследники их слова, мы читаем их слово, или Новый Завет, за исключением двух книг, написан евреями. Представляете, да? Евреями написан. Поэтому грех, в котором нужно раскаиваться, это то, что молитвы за Израиль не было у вас в жизни, не было мыслей о том, чтобы этим людям служить. А если вас спросят, вы любите евреев? Скажите, да? Разгадайте следующий вопрос. А как вы их любите? Что вы, как это в вашей жизни проявляется? Хорошо? Читаем 9 главу Римляна, с того места, где мы в прошлый раз закончили. И говорим сегодня о нынешнем состоянии Израиля. И очень интересные вещи мы сегодня с вами будем проходить. Надеюсь, что времени хватит. 6 стиха. «Но не то, чтобы Слово Божие не сбылось, ибо не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те дети, не все дети Авраама, которые от семени его, но сказано, в Исааке, доречется тебе семя». Семя. То есть, не плотские дети, дети Божие, но дети обетования признаются за семя. А слово обетования таково. В это же время приду, и у Сары будет сын. И не одно это. Но так было и с Ревекой. Жена кого она была? Ревека, помните? Сын Авраама, Исаака. Это жена Исаака. «Когда она зачала в одно время двух сыновей от Исаака, отца нашего, ибо когда они еще не родились, и не сделали ничего доброго, или худого, дабы изволение Божие в избрание происходило, не от дел, но от призывающего, сказано было ей, больше будет в порабощении у меньшего. Как и написано, «Якова я возлюбил, а Исаака возненавидел». Что же скажем? Неужели неправедность у Бога? Никак. Да не дай Бог. Такое про Бога сказать. Ибон говорит Моисею, «Кого миловать помилую, кого жалеть, пожалею». И так нет желающего, и нет подвязающегося, но от Бога милующего. И в описании говорит фараону, «До того самого я поставил тебя, чтобы показать над тобой силу мою, и чтобы проповедано было имя моё по всей земле. Не так кого хочет, милует, а кого хочет, ожесточает. Ты скажешь мне, за что же еще обвиняй, ибо кто противостанет воле его, а ты кто человек, что споришь с Богом? Изделие скажет ли сделавшему его, «Зачем ты мне так сделал?» Не властен ли горшечным глиной, чтобы из той же смеси сделать один сосуд для почетного употребления, а другой для низкого? Что же, если Бог желает показать гнев? Заметьте, Бог мне тоже может показать, да? И ведь могущество своё, с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели. Заметьте, что Бог, желая показать гнев, щадил, то есть проявлял милость и не уничтожал. Бог желает показать гнев, явить своё могущество, с великим долготерпением, щадил сосуды гнева, готовые к погибели, дабы вместе явить богатство славы своей над сосудами милосердия, которые он приготовил к славе. То есть помилованы были долгое время и те, и другие, только одни были сосуды гнева, другие были сосуды милосердия, но и тех, и других щадил одновременно Бог. Заметили эту мысль? Видите, да? Отлично. Вот я приготовил славик, над нами которых он призвал не только из иудеев, но и из язычников. Как у Осии говорит, не мой народ назову моим народом, и не возлюбленный возлюбленный. И на том месте, где сказано им, вы не мой народ, там они названы будут сынами Бога живого. А Исаи провозглашает об Израиле, хотя бы сыны Израиля вы были число, как песок морской, вспоминайте обещание данной Авраамы, а его потом, как что-нибудь, да? Как песок морской. Если сможешь перечислить, тогда и песок, сможешь перечислить и потом, как перечислить своих. Вот. Если бы сыны Израилева были числом, как песок морской, только остаток спасется. И вот это понятие остатка, мы на нем среоточимся сегодня, и будем о нем говорить, потому что об остатке говорит и Ветхий Завет, в том числе, Исаи здесь цитируется не зря. Ибо дело оканчивается, скоро решит по правде или по праведности. Дело решительное совершит Господь на земле. То есть дело уже решенное, но оно еще не совершено. То есть дело уже задумано, оно запланировано, оно уже как решенное, но еще не совершилось. И как предсказал Исаи, если бы Господь Свауф не оставил нам семени, а про семя в единственном числе говорится. И семя всегда в Писании, когда оно в единственном числе, да, вот, и речь идет о чем? О Божьем вмешательстве и об Иисусе. О его замысле о спасении. Если Бог не оставил бы семени нам, то мы сделались бы как Содом и были бы подобны Гаморе. Их судьба какая была, все знают, да? Гибель за что? Не просто за грех, потому что все грешат, а за упорство в грехе. Правда? Потому что Бог за это губит людей. Не за то, что все грешат, потому что тогда бы все погибли, а за упорство в грехе. Все грешили, но не все решают покаяться. Да? Разницы между нами и грешниками никакой нет. Разница в том, что мы решили покаяться, а грешники, которые упорствуют в грехе, пока не решили. Поняли разницу? Что же, скажем, язычники, не искавшие праведности получили праведность, праведность от веры, а Израиль искавший закон праведности не достиг закона праведности. Почему? Потому что искали не в вере, а в делах закона, ибо прескнулись о камень преткновения. А это еще один термин, говорящий о камне. Тоже обыскиваются о Мессии, о Христе. Как написано, вот полагаю, в Сионе камень преткновения и камень соблазна, но всякий верующий в него не постыдится. И 1 стих 10 главы «Братья, желание на его сердце и молитва к Богу об Израиле, во спасение, и посвидетельствует, свидетельствуя им, что имеют ревность о Боге, но не по рассуждению». Заметьте, что Павел несколько странных вещей говорит в этой главе. Если вы обратили внимание, вначале он говорит, не все те израильтяне, которые от Израиля, и не все те потомки Аврама, которые таковыми по плоти находятся. Большинство толкований, которые я слышал до сегодняшнего дня от многих, что речь тут исключительно о том, что не все евреи евреи и что есть новое еврейство, это мы христиане. Слышали такое? Это мы теперь, новый Израиль, мы теперь, и вот это заблуждение. Потому что, если вы читали вместе с нами послание к Ефесянам недавно, то Павел говорит, что Бог евреев и язычников взял, между ними стояла преграда в виде закона, в виде благословения, обещаний, и что он сделал во Христе Иисусе? Эту преграду разрушил, устранил и сделал из обоих, то есть из евреев и язычников, в себе самом кого? Одного, нового человека, сотворенного Павла, сотворившего его. Правильно? То есть сегодня во Христе, еще раз подчеркнуть хочу, во Христе, если ты находишься, ты уже не можешь называть себя и приписывать себе какие-то особые привилегии, будучи евреем. Потому что такой же христианин, как и язычник. Язычник, будучи во Христе, не должен возвышать себя, потому что он теперь настоящий еврей, не как те советные неверующие евреи. Теперь он истинный Израиль, это все неправильно. В национальные признаки исчезают во Христе. Между нами ими, Павел неоднократно повторяет, нет во Христе никакого различия. Потому что мы теперь один, новый человек. Все понятно? Все понятно? Теперь, когда Павел здесь рассуждает, довольно сложно, надо надевать еврейские очки, чтобы понять, что он говорит, что евреи обращаются и говорят на сложную еврейскую тему, отношение евреев с язычниками внутри. В ней ее. Смотрите, с одной стороны она говорит, «Израиль – это чье имя?» Изначально. Кто это имя носил? Человек, правильно? Имя данное какому человеку? Якова. А кто он был? Внуков Рама. Отлично. То есть он получил это имя от Бога, которое в буквальном переводе означает на русский язык «будет царствовать как Бог», «будет царить или править как Бог». Потому что во время вот этого инцидента, беззаветного книги Гусия, когда некто боролся всю ночь с Яковом, когда всю семью Яков перебравил в ту сторону и остался на этой стороне реки, и хотел, завтра, на завтра ему предстояло встреча с его братом старшим Исабом, о котором тоже здесь говорится, который когда-то поклялся, в общем-то, убить своего брата Якова за тот обман, которым он выманил у своего отца право первородства. Вы помните, да? И вот его ненависть к Якову в этом... И, естественно, Яков боялся, остался один, чтобы, видимо, собраться с мыслями, помолиться, и Бог ему не дал спать целую ночь и боролся с ним, с этим Яковом, либо ангел, либо, я думаю, сын Божий боролся с ним. И под утро, когда видит, что Яков не сдаётся, мужчины, кто занимался борьбой когда-нибудь, вы знаете, сколько нужно пробороться, пока это вообще выдохнишься силами останется? Я занимался борьбой, я занимался... Но это очень тяжело. И, допустим, в боксе 12 раундов выдержать очень-очень тяжело, да? И боксёры считают необходимым закончить бой где-нибудь пораньше, в течение хотя бы трёх первых раундов, потому что это очень тяжело физически, если удастся, то лучше получится. Так вот, Яков боролся всю ночь, и не просто с человеком, а, как выяснилось, самим Богом боролся. И, видя, что Яков не сдаётся, этот нехто повредил ему сустав бедра, то есть ему сухожилие надорвал. И Яков, упав на колени, схватился за одежды того, с кем он боролся, и сказал, «Не уходи, не оставь меня, пока не благословишься». Этот нехто, боровшийся с ним, сказал, «Тебя как зовут?» «Яков». Что в переводе означает «запинающий запяту». Человек, поставящий подножку другому, ближнему. Потому что он так родился, схватившись запяту своего брата, да, помните? «Яков, упав на колени, имя тебе будет». И вот это интересный момент, когда Бог Старшенко тебя зовут. Он говорит, «Яков, и отныне, я спрятаю, тебя будут звать Израиль, потому что ты с Богом боролся, и человеков одолевать будешь. И имя твое теперь Израиль». То есть ты будешь побеждать, ты будешь главенствовать, будешь царствовать. И когда Яков говорит, что не все из людей, которые из Израиля, надо понять, что оно имеет в виду. Потому что, если вы знаете историю Израиля, читали Вилоги и Северный Завет, и книги царств, например, книги судьи, книги пророков, вы наверняка видели там, что книга Ветхого Завета вся по ивречески томах, в Писании, она свидетельствует о том, что с Богом у Израиля отношения были непростые. Правда? Порочные круги есть. Это книга «Судьи и Кримеры». Это самый яркий пример одних и тех же порочных кругов. Кримеров. Вот жил, был Исус Навин, и при нем Израиль был верен Богу, поклонялся Богу, исполнял заповеди и так далее, совершал жертвы, совершал покаяние, наказывал виноватых, завоевывал землю, достигал Божьего благословения, умер Сус Навин, что-то стало происходить. Ну, лидера нет духовного в нации. Отошел Израиль от Бога, и за то, что он отошел от Бога, что сделал Бог? Врагов насылал. И лишал их защиты, так что враги вытаптывали посевы, забирали урожай, убивали, насиловали, уводили детей в плен. То есть, Израиль терпел бедствия. И что происходило в результате этого бедствия? Следующий шаг. Какой? Взывать Бога покаяние. В покаяние. Исповедовать свой грех. Следующий шаг в этой прогрессии. Значит, отступничество, наказание, покаяние. Вот это покаяние Бог кого дуал? Судил. Избавителя, который сражался, меньшими силами убеждал превосходящего врага, давал Господь силу неимоверную. Примеров много-много судей. Последним судей Израиля, соответственно, священником и пророком был пророк Самуил, если вы помните, который и дал Израилю следующего, можно сказать, не судя уже, а царя Саула. Его сменил на этом посту Давид, дальше Соломон, дальше Раван, и пошло-поехало. И вплоть до Вавилонского плена, потом, после Вавилонского плена, уже несколько изменённо, царское родословие, которое мы читаем в книге Иван Г.Матфея, в первой главе, и об этом можно представить и в Ветхом Завете. Это вот родословная линия, ведущая вплоть до Иосифа, до наречённого Отца Иисуса. И смотрите, после того, как судья побеждает врагов, и Израиль в покаянии возвращается к Богу, что происходит? Пока живёт судья, что? Народ послушан Богу, поклоняется, совершает жертву, обретает благословение, служит, жертвоприношение, наказывает виновных, то есть поддерживается духовное состояние. Правильно. Умирает судья, что получается дальше, что случается? Всё повторяется в точности. Это много-много раз. Причём, эти вот круги, порочные круги, они являются нисходящими. Хорошо было бы наверх, да, с каждым разом всё лучше, потому что Израиль извлекал уроки и учился чему-то на предыдущих поколениях. Но нет, все круги, они деградирующие. И мы видим, например, что и Фай, один из судей израильских, он настолько не сведущ в Слове Божьем, что он говорит, даёт Богу обещание, что первое, что выйдет из ворот, если Бог даст победу, то по возвращении первое, что выйдет из ворот его дома, он отдаст Богу во всесожжение, жертву. И он возвращается и выходит его единственная дочь. И он, унывая, крича к Богу, как же так, Господи, и на только убиваться начинает, что дочь его спрашивает, папенька, что случилось? Он говорит, да я о тебе изырёк перед Богом клятву, теперь должен её исполнить. Она говорит, ну что ж, исполни, коль обещал. Только отпусти меня с моими подружками оплакать моё детство, то есть моё незамужество, и они пошли хорову доводить, и потом написано, что он совершил то, что обещал. То есть, слушайте, если бы этот человек, духовный предводитель Израиля на этот момент, да, если бы он читал слово, то он бы нашёл запрет принесения в жертву сожжение человека. Запрет. Если бы обещала ком-то. И это же вот, мы видим, например, в отношении первенцев повеления, что первенцы, они принадлежали Богу по праву того, что Бог спас всех первенцев еврейских, израильских в Египте во время исхода. Он говорит, мои они, да? И говорит, теперь вы должны посвящать мне и отдавать мне всех своих старших сыновей. С Иисусом так же сделали, его посвятили, когда он родился. Да? Да? С наших сыновей и всякая первородная и скота со скотом как поступали? Приносили в жертву Богу. То есть первенец родился у коровы, у барана, да, у овцы родился, там, у козы родился и егнёных. Первый, что нужно с ним сделать? Принести в жертву Богу. То есть, это был закон, но с детьми своими, старшими, первенцами, нельзя было так поступать. Бог говорит, выкупайте их у меня серебром за 20 серебряников. Это вот моё постановление вам. Потому что их убивать нельзя. Что сделал Уифай? Почему он не знал? А потому что не следующее. Вот эта вот деградация духовная, даже у духовного лидерства Исраиля было видно. И мы когда видим Самуила, призываем его ещё в подростковом возрасте, можно сказать, в маленьком возрасте, в детском служении, помните, что он жил при Ильи, священнике, когда первое пророчество, которое он услышал от Бога, оно касалось чьей судьбы? Самого священника и его детей. То есть, это было пророчество о благословении или о проклятии? О проклятии. И он произносит страшные слова о судьбе Илья и его сыновей. И действительно, это происходит, когда сыновей Илья увели в плен вместе с ковчегом завета, и узнав об этом, Илья, священник, будучи грузным человеком, услышав эту страшную новость, он упал на измечи, сломался хребет его, и он умер. Очень плачевно заканчивается жизнь Ильи и его сыновей. И на его место, будучи ее священнического рода, приходит Самуил. Но и его детей постигла та же судьба, что и священника Илья, его детей. Потому что жизнь и покупки сыновей Самуила не свидетельствовали о вере. Они отвращали евреев от Бога. И поэтому народ израильский был вынужден прийти к Самуилу и говорить, твои сыновья не ходят твоими путями, они не поступают, как ты, дай нам царя. Все понятно, как тут, да? Протяженная в истории на многие столетия, можно сказать, я вам сейчас вкратце эту историю Израиля рассказал, вплоть до царства. Теперь смотрите, к чему это? Павел в начале этого отрыва нашего говорит, не все эти израильтяне, которые от Израиля. То есть, а дальше говорит, не все потомки Авраама. И вот здесь нельзя путать, потому что у Авраама было много детей, кроме Измаила и Ицхака, Исаака, потому что потом еще после смерти Сара еще раз женился, у него родились еще дети, у него потомство действительно огромное число. И когда говорит Господь, что у тебя потомство будет как песок морской или как звезды небесные, он не только потомство Исаака имеет в виду, потому что он пообещал защищать и потомство Измаила, правда? Потому что Авраам молил о нем. То есть, когда здесь Павел говорит, что не все по плоти обедования несут, потому что Измаил тоже сын Авраама, нынешний Араба, правда? И другие дети, они тоже, будучи начальники своих племен, народов, они тоже дети Авраама, но в чем разница, что обетование было только на одном, в Исааке наречется тебе семя. Потому что сегодня, когда говорим дети Авраама, мы кого имеем в виду? Евреев, Израилев. Хотя при этом первым родился Измаил, его не называют сыном Авраама. Другие народы, которые стали последователями или потомками Авраама, их не называют детьми Авраама, потому что в Исааке наречется тебе семя. И тут утверждает Павел сразу две вещи, которые должны быть вам понятны и сны. Потому что с одной стороны у Авраама были другие дети по плоти, но только один из них имеет обетование и благословение. Это Исаак. Соответственно, все его... Интересно, что едом тоже произошло Авраама, как Яков и Исаак Исаак сделался правдителем едометян, которые делались врагами своих собственных же братьев, потомков Исаака, Якова. Правда? Интересно. Поэтому, когда вы размышляете над этим Матрухом, вы должны понимать, что с одной стороны внутри Израиля Павел намечает разделение. Иисус его тоже обозначает, что есть те, кто приняли его как Мессию и на них благословение, они стали первой церковью, и они пошли дальше. То есть благословение духовное. А есть часть Израиля, которая не приняла его, Христа, то есть Иисус плачет о них, въезжая в Иерусалим, предрекая его разрушение, предрекая убийство детей, невинных и всех, кто там живет в Иерусалиме, он плачет, сожалеет, потому что не узнали вашего посещения. При этом мы видим, что 40 лет после его въезда в Иерусалим церковь живет, умножается, рассылает миссионеров, ее, конечно, Савол, будущий апостол, разгоняет, но он разносит Евангелие по всему Средиземноморию. Вплоть до 70-го года Евангелие услышали все Средиземноморские страны. Удивительно, правда? Вы понимаете, что это Израиль делала? Это церковь делала. Израильская, вот, еврейская церковь разнесла Евангелие о Спасителе по всему Средиземноморию. Это удивительно, что происходит дальше, что происходит с Иерусалимом в 70-м году разрушается храм, а в 135-м году распахивается Иерусалим, ничего от него не остается. Вот, сегодня из-за прижатия Иерусалим, вдруг, когда говорят, что это старый город, здесь вот притория находится, здесь родилась Иисуса Мария, я называю вот это духовным Диснейлендом. Ничего общего, вот эти нынешние достопримечательностей и святыни в Иерусалиме, на которых там на надписи всякие разные, церковные, они ничего общего со старым городом не имеют. Эти постройки все самые ранние 16-го века. А где-то того, если не было сходить? 16-го века. Поэтому, смотрите, сразу хочу рассказать, что внутри Израиля было разделение всегда. Вспомните пророка Иерию на горе Хариф, молящегося Богу о том, что твои жертвенники разрушили, пророков твоих убили, души мои ищут, да? Один я остался, и Бог ввел спрашивать, а что ты здесь делаешь? Еще раз, еще раз объясняет его претензию, а что свидетельствует молитва Ильи, его опыль к Богу? А что случилось с Израилем? Этот момент. Как представляет себе нынешнее состояние Израиля Илья пророк? Ну, это, он плачет фактически, сожалеет, потому что один остался, его души ищут, теперь, ну, некому, в общем-то, какая судьба мрачная, да? Исходя из того, что он говорит Богу у Израиля, то есть фактически будущего нет, потому что он один остался, что теперь дальше делать? Потому что он, как пророк, он знает прекрасно Божьи обещания о том, что если весь Израиль отвернется, он будет уничтожен, Бог говорит, что если вы будете не будете следовать моим путям, а последующие язычеству, то я вас изгоню из этой земли, как язычников я изгонял, то есть вы для меня будете то же самое, что язычники, удивительно, да? Это обещание звучит, то есть я вас изгоню из вашей же собственной земли, за то, что вы просто стали поступать и восприняли обычаи этой земли, но Бог его поправляет или ее говорит, нет, будущего Израиля есть, почему? Потому что я сохранил себе 7 тысяч человек. Это что в этой главе? Как называется? Остаток. Если бы не дал нам Бог семени, то мы были бы, как Содом и Камора, говорит апостол Павел, цитируя пророка Исаия. Согласны? То есть это разделение внутри, не по национальному признаку, а по признаку верности Богу Авраама, Исаака и Якова, делается в Писании и Павел его вспоминает здесь. Чувствуете, есть разделение, да? И дальше он говорит в следующем стихе, после не все изразияни, которые в Израиле, он говорит, что есть еще и потомки другие, Авраама, и Исаакин влечет в себе семя. То есть эти два различия, два разделения он здесь вам показывает. Дальше, в этом же отрывке он поднимает важную тему. Я не буду сейчас касаться предопределения и так далее, это отдельная проповедь, отдельная вообще очень непонятная для многих тема, но хочу одну вещь сказать. Итак, 16 стих, «Итак, не от желающего, не от подвязающегося, но от Бога милующего». То есть он до этого говорит, слушайте, не от того, кто прибегает к Богу и просит пожалеть, помиловать, зависит его помилование. Вы согласны? То есть податель подает петицию или прошение о том, чтобы его помиловали и отменили его приговор. Пришел, подает, кто принимает решение? принимающие это прошение. Согласны? Скажите, пожалуйста, вот когда мы к Богу приходим о помиловании просить о милости и спасении, благодати, избавлении, от кого зависят помилование, избавление и спасение? От Бога. Бог, скажите, кого-нибудь когда-нибудь отверг из приходящих к Нему, просящих о милости? Понимаете, что Павел говорит? С одной стороны, нам говорит, что все просящие милости ее получают. Все. Потому что Бог богат милостью. Согласны? Мы все получаем милость ежедневно. Обновляется милость Божия каждый день для нас. Аминь. Если бы Бог держал против нас какие-то мысли, обвинения поздно прошлогодние, не знаю, вчерашние, ну разве сегодня Он допустил бы нам жить дальше и позволил бы нас безнаказанно дальше жить, проснуться и радоваться жизни, собраться в церкви, поднимать Ему руки в поклонении, молиться, чтобы нас услышал. Слушайте, Бог не накапливает в отношении тех, кто приходит к Нему просить о милости, никакого обвинения. Он говорит в пророке Иерсайе в самой первой главе «Придите ко Мне! Если вы будете согласны со Мною, Бог говорит Израилю, тогда в таком случае я ваши грехи ваши все умою, отмою и сделаю их как белые, если ваши грехи даже были бы кровью вся покрыты. То есть кровавые грехи были бы вашими вами совершены, я бы все их убелил». Вы понимаете, да? Что Бог дает милость каждому. Ярчайший пример разгонник, истящий на христе, человек, совершивший жуткое преступление, за которое его распили на кресте, за убийство, разбой. Вы понимаете, да? Что он достоин, достоин висеть. И он согласен с приговором и говорит, да, мы достойные по делам нашим приняли. Что ему Иисус обещает? Ныне же будешь со мной в раю. Это не милость разве? Не отмена ли приговора? Я без наказания не оставил. Он по делам своим висит на кресте, но речь-то сейчас не идет о том, чтобы ему с креста сойти и продолжить жить как раньше. Речь идет уже о спасении души его, потому что все уже, жизнь закончилась его на этом эпизоде. Понимаете, да? То есть Бог милует всех, кто приходит к нему. И когда дальше разбирается случай с фараоном, что, типа, Исавом, Яковом, люди начинают путать и говорить, смотрите, Бог назначил Исаву быть проклятым и быть в подчинении у Якова, Бог назначил фараона быть наказанным и лишенным власти, чтобы его государство было разрушено, чтобы его сын умер, но мы, если невнимательно читаем, и только Павла здесь читаем, он же ссылается на эту историю, которую его слушатели, его читатели должны знать. Если бы они не знали, он бы подробно описывал, но он не описывает подробно в силу того, что люди знают, о чем он говорит. Вы согласны? Вы со мной здесь? Да. Так вот, смотрите, из всех казней, которые мы читаем, о которых мы читаем в книге Исход, скажите, пожалуйста, там вы встречали несколько раз одну и ту же фразу с небольшим отличием, повторяющуюся много-много раз, со словом «ожесточил». А вы еще раз перечитайте эти отрывки и для себя их выпишите в списке. Пожалуйста, сделайте, не поленитесь. Я вам даю эти задания для того, чтобы вы потом забыли и подумали, а Миша все равно подумает за нас, и он нам все на все вопросы ответит, нам ничего не надо делать. Мы даже Библию не будем в церковь приносить, привозить. Пускай он нам все расскажет, мы все на экране будем видеть. Я вам даю задание. Вы возьмите для себя, потрудитесь и поймите, что произошло с фараоном, в Египте. Потому что вы увидите в последовательности фраз «ожесточил», со словом «ожесточил», вы увидите, кто кого ожесточал с самого начала. Вы должны понять это. Потому что Бог никогда не уничтожит человека, не дав ему выбор. Никогда не накажет его, не дав ему выбор. Никогда не осудит его, не дав ему выбор. Мы вспоминали с вами царя Саула в прошлый раз. Я задавал этот вопрос на домашней группе, на одной из домашней групп. Когда вам, кто был, задал вопрос, скажите, пожалуйста, когда Бог в Сауле через Самуил пророка обещает, что если ты будешь послушен мне, если будешь бояться мне, стараться исполнить все мои повеления, заповеди, тогда я утвержу твой престол, и сын твой будет сидеть на нем. Вы помните это? Первый книг и царство. Я задал вопрос. Бог знает, что еще в 49 главе бытия Яков произносит о скипетре и державе, которые не отойдут от Иуда, и мы сами давали ответ на этот вопрос в прошлом воскресенье, как он мог обещать что-либо другое человеку совершенно другого колена израильского. Не из колена Иудина, которому обещал в 49 главе бытия, а в первом книге царства он говорит о человеке из колена Вениаминова. Калена Иудина. Есть разница? Бог не ошибся и Бог не обманывает. Так в чем же дело? А дело в том, что Бог предоставляет свободу выбирать, и те, кто придерживаться кальвинизма, они это не видят. Потому что, если верить учению Калина или Блаженную Агусть, на которые говорят, что все предупредил Бог заранее, и у тебя выбора вообще нет, вообще нет выбора, тогда получается, что Бог обманщик, он знает, что он выбрал колена Иудина из род Давида царя, из семьи Елисея и впоследствии придет Христос через него, о чем так же говорит в Ветхе Завета в книге Бытия. Получается, что Бог обманывает Саула, обманывает Иоаннафана и его сына, но не обманывает никого никогда и не искушается злобой, сам не искушает злобой никогда. Бог дает свободу выбирать. Но Бог не может не знать, что человек выберет. Вот в чем фишка. Он не подталкивает тебя никогда к неправильному решению, к неправильному выбору. Когда Саул решает принести жертву быстрее, чем надо, не дождавшись Самуила, и когда Самуил говорит, слушай, но отторгнет тебя Бог царство твое и даст его ближнему твоему, который лучше, чем ты, за то, что ты сейчас сделал. Вы понимаете, что эта причина отторжения царства от Саула состоит не в том, что Бог предопределил ему не быть царем, а в том, что Саул выбрал быть непослушным. После сражения с Амаликитянами, вы помните, Бог что сказал? С ними что надо сделать с Амаликитянами? Все, и скот, и имущество, ни на что вообще не смотреть, и не брать из их трофеев, правда? Все пытать заклятие, что сделал Саул, лучшее из скота оставил, драгоценности оставил, и когда его вышел встречать Самуил после битвы, что скричал Саул навстречу? Он сказал, я исполнил все, что твой Бог сказал, твой Бог. А Самуил говорит, да? Да неужели? Так ли это? А что за блеяние овец и мычания коров в моих ушах? И там он дальше говорит, что послушание Богу лучше жертвы, а не послушание твое хуже волшебства, колдовства, язычества или другоподлодства. Вот это кто подталкивал Саула к этим вещам? Бог подталкивал, Бог предопределил непослушно. Если да, тогда Бог он творец греха. Тот, кто задумал грех и придумал его и заставил человека его сделать, а потом наказывает и говорит, «Ты что?» И Яков говорит об этом, Павел говорит в 9 главе. То есть, если я сделан таким образом, как вот горшок для низкого употребления, горшок разве будет выпиять горшечник и говорит, что ты мне таким сделал? Разница в том, что горшки отличаются от людей. У горшков как раз нет выбора. И человек, когда представляет себя горшком, который якобы подставлен в небезвыходное положение, начинает спорить с Богом и Бог говорит, «Ну если ты себя горшком-то считаешь, что ты споришь нас с горшечником?» Вы поняли, какая логика в этом? Ты горшком себя считаешь? Ну и будь горшком тогда. А если ты считаешь, что ты свободный человек, тогда не считает ответственность. И Бог накладывает ответственность на тебя не потому, что ты горшок, не имеющий выбора, а потому, что это человек, имеющий выбор. Вот это игра слов и контрастов, картинок из Ветхого Завета, которые использует Павел в разговоре с римлянами. Он говорит, «Братья и сестры, у вас есть выбор». И у евреев почему они разделились? Они разделились не потому, что Бог одних возненавидел, а других возлюбил, а потому, что они выбрали. И Бог не мог не знать, что они выберут. И сказал, что так будет. Ерчайший пример. Ерчайший пример из жизни пророка Елисея, ученика пророка и Ильея. Вы помните, что к нему пришел за благословением один персонаж в четвертом небе царства можете найти. И, глядя на него, Елисей проследился. И этот человек спрашивает, «Человек Божий, для чего ты проследился?» А он говорит, «Если ты знал, сколько зла ты сделаешь, скольких жен израиль ты сделаешь вдовами, сколько ты людей осиротишь в Израиле, ты ужасные вещи будешь творить». Он в шоке. Он говорит, «Что такое ты говоришь, человек Божий? Я на такое вообще не способен? Что я, собака, что ли? Я что, не человек?» И знаешь, что делает дальше этот человек? Он идет, обретает власть, берет власть в свои руки и делает то, что сказал Елисей. Не потому, что Елисей повелел ему это сделать. Он сам был в шоке от того, что он собирается сделать. Просто Бог ему заранее открыл. Зачем? Чтобы он выбирал. Чтобы он сделал правильный выбор. Чтобы, будучи в шоке от того, что он сделает впоследствии, чтобы он этого не сделал. Поэтому он плачет. Когда Иисус плачет про Иерусалим, когда он идет в Иерусалим, несмотря на угрозы в его жизни, зачем он туда идет? Скажите, зная, что его Иерусалим отвергнет, зачем он туда идет? Потому что у них есть шанс. Потому что этот шанс дам Богу, потому что Бог дает свободу. Если бы не было у них свободы, он просто бы их убил и даже не спасил бы и не призвал бы ни к чему. Зачем призывать, если нет шансов? Зачем проповедовать, если нет возможности спасения? Поэтому, когда Павел говорит, что не все израстия, которые это драли, он говорит, а о свободе выбора, которая была у них. Иерусалим говорит, ваш дом остается пуст. Почему? Потому что вы не знаете на данный момент, что служит вашему миру. И он плачет о них. Павел говорит, я плачу, и сердце мое болит за евреев. 10 глава 1 стих, молитва моя о спасении Израиля, постоянная, непрестанная боль, и мучение сердцу моему. И хочу вам задать вопрос, вы так любите Израиля? Вы так любите неспасенных? Ну и язычников, да? Всех Бог призвал любить. Но почему-то тот самый Иоанн Золотолуцкий говорит, если тебя еврей позовет с ним поститься или молиться, не делай этого никогда. Это мерзость. Если позовет тебя в синагогу, не дай Бог. Вы понимаете, я говорю этому своему другу, говорю, слушай, тогда странно получается, что Иисус, он в синагоге ходил. Он молился и постился с Евгением. И не те же праздники с ними отмечал. Мы находим апостолов, идущих в храм, идущих в синагогу, идущих к евреям, молящихся и постящихся с ними. К Павлу приходят, вернее, Павел приходит в Иерусалим, к нему говорят местные братья из церкви. Говорят, Павел, слушай, неудобная ситуация получилась. Про тебя ходят такие слухи, что ты типа от Закона отвернулся, и учишь теперь евреев жить по-язычески. Это время церкви, помните, это время уже церкви, это время посланий, это время миссионерских путешествий, это время жизни святого духа, с людьми, это уже, ну, как бы, да? Ну, вот есть, короче, слухи, когда евреи повсюду, в Малой Азии, в Средиземноморье, здесь иудеи, слухи распространяют про тебя, что ты якобы отвращаешь евреев от иудаизма, и ты, ну, в общем, запрещаешь оперализацию, и так далее, то есть, по-язычески жить заставляешь евреев. Давай так, среди нас есть четыре человека, который среди нас, среди христиан, то есть, евреев. Есть четыре человека, которые имеют на себе обед, то есть, обед назарейства. И подходят дни их назарейства к концу, и они должны по закону Моисея совершить по закону Моисея определенный обряд. Окончание дней вот этого назарейства, потом очищения. Войди вместе с ними. Ты же фарисей, ты же вот один из иудеев, известный человек, раввин, можно сказать, да? Давай ты вместе с ними войдешь в храм, и чтобы успокоить все эти слухи, что ты не предал евреев, не предал их веру, не предал закон Моисея. Давай ты вместе с ними войдешь, и все по закону совершишь. Ты же в курсе, что надо делать? Он говорит, да без проблем. И они это делают. Скажите, пожалуйста, как воспринимать слова Иоанна Златоуста? Если Санкт-Павел идет в храм, вместе с евреями, ради того, чтобы о нем услухи не распускали, он для чего это делает? Он строит мосты. Он стремится взаимопониманию с ними. Он прекрасно понимает, что те, кто распускали слухи, продолжат распускать слухи. Но он говорит, давайте не будем подавать повода, и ищущим повода. Для иудеев я сделался как иудей. Для неподзаконных сделался как неподзаконных, не чуждо и закону Христову. То есть он подчеркивает, зачем он это делает? Для всех я сделался как всех, чтобы приобрести хотя бы некоторых. Я своему другу говорю, слушай, вот если ты берешь, и ты от первой проповеди против иудеев, я на Златоуста, до восьмой проповеди дойдешь, ты вроде как там истинологично все он говорит. Он подкрепляет какими-то словами из Библии эти вещи, свои мысли. То есть, если человек отвернется от контекста, от отношения, вот поступков Иисуса, апостолов, в первой церкви, то легко убедиться тем, что говорит Иоанн Златоуст. И к концу восьмой проповеди ты поймешь, что Иоанн Златоуст прав, и что евреи никченый народ, проклятый, отверженный, мерзость, с ними не молиться, ни за один стол, никогда не поститься, к ним не ходить, их не принимать. отец, который вырвал этот вот богослов. Хорошо, он лично сам никого не убил, он не был там причиной этого холокоста, сам лично не проложил руку, не убил, не ударил ни одного еврея. Скажите, если человек посеял ненависть, к чему это приведет? Сам Иисус сказал, что ненависть это что? Это и есть приравнивание к человеку убийства. Правда? Человек посеявший как идеолог, как богослов, как отец церкви, ненависть к определенному народу, при этом они служат, они замечательно там это, корни голодных, спасают бездомных там, и там, ну, так это, но, представляете, что есть один сегмент, очень важный в Писании сегмент, население земли, это потоки Абрама Саакьякова, по плоти, которым принадлежат по-прежнему слава, усыновления, заветы, и церковь говорит, мы все будем любить, кроме вот этих одних, и тех, кто с ними будет соприкасаться, мы их тоже измараем, они тоже будут мерзостью, такие же, и они вовек не отмоются, они вовек проклятые, это нормально, да? Я говорю, понимаешь, друг, вот все правильно, за исключением этого одного момента, все вот в его трудах хорошо, и его труды можно прям вот писать, и там наставление к праведности, к святости ежедневной, к молитве, то есть там такие классные практические советы, но, вы понимаете, вот эта вот одна ложка, вот эта вот дегтя, она заставляет меня, по принципу, или все, дерево признаете здоровыми, плоды его хорошими, либо все в топку выкинуть, и в этом проблема, потому что люди не готовы это в топку выкинуть, я говорю, ты пойми, что человеческое, вот это вот, человеческое, привнесенное неприязнь к евреям, она вылилась в богословие, в идеологию, и сделалась последствия оправданием для того, чтобы евреев убивать, потому что и так их Бог проклял, что нам их жалеть, это превратилось в закон, и если вы считали историю этих крестовых походов 11 века, первый крестовый поход, первым делом, эти знатные рыцари, собирая войска, землевладельцы, богатейшие люди, которые вложились финансами в эти крестовые походы, оплачивали всем содержание, у этих крестовых походов было хорошее тоже последствие, ну, помимо всего ужаса, который они делали, так вот, первым делом, что делали крестоносцы по пути в Сятую Землю, в храмы Города Господня, знаете, что они делали? Они сначала вырезали, вывывали, сжигали, и вешали евреев по дороге, во всех городах, через которые они шли, через всю Европу, то есть первым доставалось как раз тут евреев, на основании чего? Их благословил Папа Римский, их благословил король Испании, снарядил кучу народа, для того, чтобы отвоевать Святую Землю, храм Города Господня, вернуть в Церковь все-таки, Святую Землю снова сделать. То есть, давайте так, не может из одного и того же источника течь одновременно сладкая и горькая вода. Это не я придумал. И если Иоанн Златоуст и другие из них, богословы, вторят ему в ненависть конкретно определенному этносу и какой-то определенной группе людей, то по определению это уже ненависть, человек в убийство и уже грех в нарушении заповеди Божией о том, чтобы возлюбить Бога и возлюбить ближнего как самого себя. Вы согласны с этим? Да. Если вот этого нет, 13 глава, если любви не имеют, то что мне в том пользует, да ты хоть расшибись в лепешку и самого себя отдай тело всесожжение. Если ты конкретно каких-то людей, группы людей, которых Бог избрал, ты их ненавидишь и учишь этому других, кто ты в Царстве Божьем? Скажи мне. Это ересь. А ересь в переводе на русский язык это слово. Знаете, что означает? Разделение. Буквально с высотого слова это когда ты делишь мир на достойных, недостойных, хороших, плохих, своих, чужих. В чем сила-то Евангелия? В том, что я, будучи верующим, будучи спасенным, искупленным, я иду к неверующему человеку и отношусь к нему как к своему ближнему, как к тому, кто мой и кто Божий. И говорю с ним так, как если бы он уже был возлюбленным Богом, а он так возлюбленным Богом. Вы понимаете, что привлекает людей и ко спасению и евреев и ко спасению. Что привлекает? Любовь к ним. Вот скажите, вы будете, если в дебатах участвовать с теми же мусульманами или с раввинами, скажите, пожалуйста, можно ли их убедить интеллектуально? Пытались? Я пытался. Но это плохо получается. Ты можешь победить в дебате. Ты можешь остаться правым в глазах всех людей, которые тебя слышали и поаплодировать. Ты победил в этом дебате, в этом споре, мы на твоей стороне. Ты можешь чувствовать, классно я вас замочил, классные аргументы подобрал, у меня целый вот кузовок этих козырей. Я сейчас забросаю его козырями, логическими доводами, я победю его. Но ты его не завоевал, этого человека. Ты его не победил. И он не приобретен к Богу и кровью Христовой, он не повернулся к нему. Ты обнаружил его глупость, но он ожесточился. Ты его выставил дураком перед всеми, к примеру. И он будет также думать про тебя, когда он тебя выставил дураком перед всеми. И ты будешь пытаться на следующий раз лучше подготовиться и разметать все его аргументы своими контраргументами, потому что ты же будешь знать уже, чего ожидать. То есть не так побеждается это самое неверие. Конечно, дебаты это хорошо, апологетика это замечательно, но вы поймите одну вещь. Когда ты любишь человека, когда заботишься о нем, как самарянин пришел и этого раненого на дороге иудея подобрал, да? Хотя между ними была пропасть в таких обычных отношениях ежедневных. Он подошел, оказал ему милость. Иисус встречает на вопрос, а кто ближний мне? Иисус рассказывает, прийти что? И ты, если ближний становишься не в уме в своем, не в своих представлениях, а по факту в своих поступках, идешь и творишь добро врагу твоему, благословляешь его от того, кто проклинает тебя, начинаешь действительно молиться за того, кто гонит тебя и так далее, вот тогда этот человек начнет слушать то, что ты говоришь. Очень хороший пример. после хорошего времени в дружелюбной обстановке, проведенном у мной среди мусульман в Узбекистане, кстати, за штампом в паспорте теперь у меня каждый раз вопрос на Израильской границы возникает, а вы что делали в Узбекистане, а вы что делали в Индонезии? Вот, ну, приходится объяснять, что я там делал. И я говорю, значит, с мусульманами общались мы, сидели, ужинали каждый вечер, я очень благодарил за гостеприимство, то есть, мир нами дружба завязалась, не просто какие-то формальные отношения, я приехал поработать и потом до свидания, мы до сих пор с ними продолжаем общаться, переписываться, погружились, и когда наступает Пасха или Рождество, эти мусульмане начнут меня с этими праздниками подограмлять. А знаете, что интересно, значит, один из них, их мусульман, я с ним очень много часов разговаривал, ему Библию на узбекском скачал на телефон, там, пророк Даниил рассказывал, мы с ним вместе ездили на ему могилу, там, и многое было связано как раз с духовным вопросом, шли вместе, гуляли там, часами после работы, и вот он потом, значит, спрашивает у меня какие-то вещи, и говорит, ну вот, да, я согласен с вами, вот это так, и он понимает, что я не просто какой-то богослов, там, с которым можно просто спорить, упираться в какие-то диалоги, в аргументы, в контраргументы, а между нами есть, мне не влом его обнять, я собрал посылку с подарками для его семьи, я отправил в этот Узбекистан, они там жутко их благодарили, они там свои нам подарки какие-то прислали в ответ, ну понимаете, о чем я говорю сейчас? Вот на основании богословия, вот этого лжебогословия я на святоусте, я не боюсь этого слова, и других товарищей типа Агустин, блаженного, и других их последователей, на основании сложилось предвзятое отношение к обычному человеку из плоти и крови, который может быть твоим ближним. Нам что, просто внутри церкви другому общаться? Но почему мы друг друга принимаем? На основании того, что мы одно тело Христово, на основании того, что мы искуплены одной и той же кровью Христа, согласны? То есть, наше мировоззрение, установившееся богословие внутри нас, заставляет нас принимать причастие, заставляет нас примиряться друг с другом, потому что у нас убеждения такие. Вы согласны, что убеждение наше, вера наше, знание наше, побуждает нас принимать друг друга, хотя мы тоже некомфортные люди часто бывают согласно что препятствует церкви общаться с евреями препятствовать чинить все истории убеждения не конкретные факты какие-то убеждения и предубеждения против этой конкретной группы людей кем эти убеждения заложены писанием писанием разу рай правда что библия что ли убеждает христиан ненавидеть евреев вот именно писание закладывает убеждения о любви ко всем павел говорит непрестанное мучение сердце моему и молитва моя богу об израиле а его спасение это учит писание об этом это учит еврей апостол христианин он учит об этом тогда когда церковь уже существует когда продолжает существовать израиль и это и есть правильное библейское отношение к израилю молиться о спасении любить их заботиться служить когда придется и даже если они враги христова из-за креста христова неужели они сделались нам поэтому не людьми обезьянами полу людьми и которые достойны смерти и проклятия которых вы вычеркнули из списка способных к спасению людей разве это будет правильно то есть павел учит писание что нам и а златоуст учит другому и говорят что типа это всего лишь слова а это всего лишь на проповеди до него там же много хорошего есть я призываю к тому чтобы вы отличали доброе дерево и добрые плоды а злодеев сила обольщения состоит не в том что большая часть обольщения это ложь большая часть обольщения лжеучения в истории всей церкви это как раз не большая часть лжи в них а очень много хорошего и правильного в них небольшое количество лжи подмешанной большое количество правил в этом и есть опасность ереси опасность лжеучений потому что христианин который не подкован не думает его легко обманывать почему потому что он слышит а библию цитирует массы говорят я с этим согласен до дела добрые делают почему нет молиться постятся пожалуй да я думаю что они правы будут будут соглашаться буду их слушать читать и так далее буду как они в какой-то момент ты слышишь то что в разрез идет с каким-то вещами в писании просто в разрез отношение к израилю примеру еврею это такой ну в остальном же они правильно говорят а закрой я глаза на эти вещи это неважно ну поймите что это очень важно потому что это не второстепенный вопрос потому что говоря о будущем израиля следующие разы я буду говорить то что бог сделал в двадцатом веке что делаю сейчас это что он запланировал сделать в будущем